Всем привет! Сегодня видео коротыш на тему вскрытия покажет. Будем смотреть кассету от компании ICM Professional Hi-Fi SuperFera. Ну, наверное, так. Тут слишком много букв, и как правильно все это читается и называется, честно говоря, понятия не имею. Немного общей информации, взятой с сайта aquabuzz.com. ICM – крупная швейцарская компания в 70-80-е годы, производившая кассеты и комплектующих к ним под десятками брендов, включая BASF, Philips и GVC. И, честно говоря, упоминание BASF или Philips в этой теме меня несколько смущает. Потому что ранее я такую кассету записывал, и качество записи мне не очень понравилось. По крайней мере, ну, вот точно помню, что никаких ассоциаций с BASF или с Philips по качеству записи не было. Но это было давно, два или три года назад, к тому же на другом магнитофоне. Поэтому воспоминания, может быть, были ошибочные. Вот сегодня мы со всем этим и разберемся. Кассета сама по себе весьма сложная для видеосъемки. Она блестящая, золотая и максимально отсвечивает. Поэтому прошу прощения за качество картинки, если она кому-то не нравится. Что касается вскрытия. На данной кассете упаковочная пленка это простой целлофан, который от времени просто расползся. Я брал их запечатанными, они были в целлофане, но его чуть тронул и он слез. Поэтому убрал эту пленку, выкинул и кассеты с тех пор так и лежат у меня без упаковки. Поэтому сегодня процесса именно вскрытия этой кассеты вы не увидите. Давайте посмотрим. Кассета в комплекте. Кассета. Стикер. Небольшой. Без запасных полосок. И вот такой блестящий, красивый и освечивающийся вкладыш. Ну, смотрится дорого-богато. Видите, как он золотом блестит. Вот так на торце. И здесь, по-моему, что-то написано. Ну, если вы видите, то прочитаете. Может быть, вот так будет видно. Необычно, неплохо. Очень даже симпатично. Лично мне оформление этой кассеты очень нравится. Как в плане самой кассеты, так и по вкладышу. Единственное, конечно, коробочку для такой красоты я, может быть, сделал бы прозрачную. Ну, это мои придирки. Что касается самой кассеты. Как вы видите, большое, открытое, красивейшее панорамное окно, в котором видно полностью подкатушечники и большую часть ленты. Да и сами подкатушечники весьма необычной формы. Ну, понятное дело, что они круглые. Но такие большие выемки в подкатушечниках я никогда на других кассетах не встречал. Весьма занятная штука. Наклейка на кассете. Вот эта вот желтая, золотая. Честно говоря, не могу понять, как она сделана. Такое ощущение, что это вот все, это одна большая наклейка. То есть, да, прозрачная вставка на кассете пластиковая имеется, но сверху на нее наклеена, опять же, такого же размера и наклейка. Смотрится бомбически. Здесь прямо золотом, Hi-Fi, SuperFero. Красным тут, наверное, ICM написано. И 90 минут. Формовка этой кассеты индивидуально. То есть, я не могу сказать, если существует ли аналог среди европейских или японских изготовителей такого корпуса. Ну, оно и понятно все-таки. ICM обладала своими собственными заводами, поэтому ничего не мешало ей сделать корпус кассеты так, как она считала нужным. То есть, свой индивидуальный корпус. Отсутствует серийный номер на кассете. Не вижу его ни здесь, ни здесь. Что по ленте? Прозрачный ракорд. И пошла лента. Лента визуально, да, на BASF все-таки похожа. На BASF 80-х годов, ну, сто процентов. Хотя, как и говорил, качество записи мне не очень понравилось. Но посмотрим это сегодня еще раз. Может быть, я и ошибаюсь. Визуально по ленте вопросов никаких нет. Что касается цены на эту кассету, сказать сложно. На вторичке, последний год-полтора, она мне практически не попадалась. Да, не практически, а вообще не попадалась. Сам же я покупал ее чуть раньше на профильном форуме. И, насколько я помню, цена на нее была, ну, ниже средней, там, допустим, ниже того же BASF. Если BASF тогда стоил рублей 200, то, по-моему, за этот ICM просили 150. Ну, примерно вот такие пропорции. Чуть дешевле BASF. Но, как уже сказал, в последнее время кассеты такой я уже не вижу. Видимо, все остатки поразобрали себе в коллекцию и на этом все закончилось. И, опять же, других кассет от ICM, ассортимент у этой компании весьма велик, судя по сайту, на глаза мне тоже не попадалось. Хотя, у них есть весьма интересные и красивые экземпляры. Я бы точно мимо такой кассеты не прошел бы. Мимо другой кассеты от ICM. Давайте посмотрим, что по всему этому покажет Pioneer. Перемотка есть. Практически не слышно ее. Это хорошо. Назад тоже самое. Калибровка. В центральных положениях крутилок калибровки вот такие показания. Но центральное положение крутилок это просто центральное положение крутилок. Поэтому смело убавляем уровень и убавляем подмагничивание. Да, все неплохо. Подмагничивание ушло на минус четыре деления. Уровень ушел на минус два. Да, наверное, на минус два. И вот такие показания. Я бы маленько чуть-чуть уровень добавил. Хуже не будет. Вот так. Ну, сейчас проверим на 400 Гц и все будет более точно. 400 Гц. Ноль децибел на входе по шкале этого Pioneer. Что на выходе? На выходе все отлично. Падение. Стабильное падение до минус одного. Несмертельное. Которое легко выводится крутилкой Level. Буквально с минус двух до минус одного деления. Я крутилку Level поправил. Вход равен выходу. Отлично. Красиво. Думал, будет хуже. Что-то у меня в негативном воспоминании, наверное, были излишними. Ладно. Давайте глянем, как в новом положении крутилки Level теперь в режиме калибровки показывается подмагничивание. Подмагничивание надо будет, конечно, добавить. То есть я пытаюсь найти какой-то компромисс между калибровкой и тестом на 400 Гц. Как по уровню, в первую очередь по уровню, так и корректирую подмагничивание в связи с новыми показаниями Level. Конкретно в этом случае, наверное, осталось вот так. То есть у меня подмагничивание с минус четырех поднялось до минус двух. А уровень с минус двух до минус одного. И буду писать именно в таком положении. В качестве саундтрека сегодня предлагаю послушать один старинный романс. И, на мой личный взгляд, то исполнение, которое мы сегодня услышим, является эталоном. Ни до, ни после я ничего лучше не слышал. Потратьте 3-4 минуты. Почувствуйте всю любовь, страсть и нежность в этом голосе. Как это исполнено. Минимум улучшайзеров. Никаких тюнеров или чего-то еще то, чем пользуется большинство современных исполнителей. И часто это на пользу не идет. Здесь вот минимум улучшений. Но зато как это все звучит. Давайте послушаем. Гори, гори. Гори. Гори, 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 гори. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Я, конечно, понимаю, что многим из вас не нравится такая музыка. Вы считаете ее старой, отсталой, еще какой-то. Это ваше право, не спорю. Я тоже не очень сильно люблю старую музыку. Но думаю, что и я, и вы обязаны знать самые прекрасные и чистые голоса не только российские, но и зарубежные эстрады. Поэтому я всегда стараюсь в свое видео включать какую-то интересную, на мой взгляд, музыку. Может быть, я тем самым расширяю ваш музыкальный кругозор. Напишите, как вы относитесь к тем произведениям, которые я вставляю не только в это видео, но и во все остальные свои. Нравится вам или не нравится? Вот интересно. Что касается самой кассеты, никаких проблем на акустике в данный момент я не услышал. Визуально, ну, слегка был кривой исходник, это было видно. Левый канал шел чуть больше правого. Но что зашло на кассету, то с нее и вышло. Как по уровню, так и по частотам. Иногда, в самом начале, мне казалось, что небольшие дропауты на ленте есть, но потом все это, ощущение это исчезло. Так что на данный момент, не отслушав эту кассету в наушниках, я могу сказать, что лента в этой кассете рабочая. Да ладно рабочая, она в очень хорошем и пригодном к записи состоянии. 100% на нее записать что-то путное, что-то редкое и ценное для вас, вполне реально. 4,9 по моей личной шкале. Одну десятую сниму за небольшие сомнения, которые были в начале. А поскольку упаковочная пленка на этой кассете не сохранилась, вернее, просто не было, то сам процесс упаковки обратно весьма незатейлив и прост. Вставил кассету и на этом забыл. Очень даже неплохо. На этом на сегодня все. Надеюсь, все было интересным, все было понятным, не скучным, особенно песня. Не забывайте подписываться на канал, впереди еще много интересного. Самое главное, не болейте.